Я сегодня хочу, ребята, для вас раскрыть очень важную тему, которую я назвал «Основой мировоззренческой безопасности в эпоху глобализации». Я такой курс лекций читаю абсолютно для всех студентов нашего университета. И говорю при этом, что родители год на пять, на четыре года доверили мне судьбу студентов, и я перед вами сегодня выступаю так, как я бы выступал перед своими детьми, потому что в каком-то смысле мои студенты – это на пять лет мои дети, я отвечаю за их судьбу. В университет вы, конечно, пришли прежде всего для того, чтобы получить технологические знания по выбранной вами специальности. Судьба ваша в судьбу определяется не только знаниями, но и тем, как состоится ваша судьба как человека непосредственно, его особенности психологические. Я хочу сказать, что Россия это не только то, что показывают по телевидению. Вот я вам для примера скажу, что в моем близком окружении, мои дети, нет человека, кто бы в течение жизни сделал хотя бы один глоток алкоголя или хотя бы один глоток табака. При этом я никому ничего не запрещаю, просто я даю некоторую информацию, после которой люди считают для себя это неприемлемо. Мне, ребята, очень хочется, чтобы вы запомнили, что единственное существо на земном шаре, которое не появляется от рождения, это человек. Вот собачка появилась, она и будет собакой. Появился лев, он будет львом. Но когда появился ребенок, то я вам скажу, почему это еще не человек. В этом случае, в чём есть один язык, что «лун шен лун», «хун шен хун». Но для людей, это не так. Люди в жизни, это,首先, это ребенок. Но мы не можем быть ребенком. Проблема в том, что человеком невозможно родиться. Человеком можно только стать в процессе жизни. Или не стать. Вот представьте себе такой мысленный эксперимент. «Маленькие детишки оказались на небитаемом острове, где живут только обезьяны». И вот они прожили там 10 лет, и вы приехали на этот остров. Как вы думаете, кого вы там увидите? Кого вы увидите, ребята? Ну, вы, наверное, догадываетесь, что увидите обезьян. По всем повадкам, по всем привычкам. И после 12 лет уже невозможно ничему научить. Можно научить это существо точно так же, как обезьяна. Но уже ничего человеческое запустить невозможно. Потому что человек появляется на свет с набором некоторых программ, которые возможны к запуску. Но если время ушло, они отмирают и больше уже не запускаются. Поэтому человек так формируется. Попал в стаю обезьян, стал обезьяной. Попал в стаю курящих, стал курящим. Но этот вопрос я хотел бы до вас довести и как до будущих управленцев. Потому что вам придется после окончания университета решать задачу управления. И я хотел бы вам показать, почему тема, которую я раскрываю, очень важна с управленческой точки зрения. Любой процесс управления в самой упрощенной форме можно представить на схеме, которая вот перед вами на сегодня. Квадратик справа от вас обозначает объект управления, то есть то, чем управляют. Квадратик слева от вас это субъект управления, это тот, кто управляет. И вот эффективность управления зависит от того, насколько понятен объект управления и насколько состоятелен субъект управления. В наше время произошли очень непростые события с точки зрения информационного состояния общества. Вот, может быть, мы вернемся, посмотрим вначале на объект управления. Ну, чтобы у вас вот как-то образы сформировались, я пример простой приведу. Вот, объект управления, это, к примеру, автомобиль. Соответственно, субъект управления, это водитель. Если вы реально управляете, то должна быть у вас, видите, наверху линия, прямые связи. То есть от субъекта на объект должны быть прямые связи. Если вы нажимаете на тормоз, то вы должны ощущать, что машина реально останавливается. Так вот, особенность момента, в котором вы учитесь, и почему я говорил про эпоху глобализации, я вам сейчас поясню, в чем особенность. Особенность в том, что вот этот объект управления в наше время очень быстро меняет свои свойства. Мы назвали в России это явление «закон времени». В соответствии с законом времени, только один раз за всю историю существования человечества, наступает момент, который мы с вами сейчас переживаем. В чем же его суть? Наверху у меня условная кривая характеризует процесс обновления поколений в обществе. От рождения мамы до рождения ребенка проходит в среднем 25 лет. И так всю жизнь. Всегда. Со времен Древнего Египта. Мы говорим, что это обновление информации, господствующей в обществе, на генетическом уровне. То есть на уровне генетики, от одного поколения к другому поколению, каждые 25 лет информация передается. Но то, что господствует в умах людей, в общественном сознании, еще подвержено влиянию так называемого вне генетического уровня. Это нижняя кривая. Вне генетический уровень, это то, что характеризует господствующие в этот момент технологии. То есть если вот на земном шаре был только каменный топор и ничего больше, то соответственно в общественном сознании и в умах наших было то, что адекватно технологиям каменного топора. Потом появились правые двигатели. Как вы думаете, изменилось общественное сознание? Конечно, изменилось. Появились компьютеры. Изменилось что-то в системе общественного сознания в нашей головах? Конечно, изменилось. Но особенность этих перемен состоит в том, что технологии каменного топора господствовали тысячелетия. Потом были технологии, к примеру, там, правых двигателей, это столетия. И впервые в истории человечества в прошлом веке скорость обновления технологий сравнялась со скоростью обновления поколений. И технологии стали меняться тоже не реже, чем каждые 25 лет. Мы оцениваем этот период примерно 1950-й год. И вот выравнивание частот биологического и социального времени уникальное явление в истории нашей цивилизации. Японцы сейчас говорят, что технологии должны обновляться не реже, чем каждые 5-10 лет. То есть гораздо быстрее, чем идет смена поколений. Это приводит, ребята, к тому, что объект управления, которым вам предстоит управлять, будет меняться каждые 5-10 лет. Поэтому, вот если смотреть на эту картиночку, то до пирамидки можно было получить некоторые знания, которых хватало на всю жизнь. И тому, кто их получил, и его детям, и его внукам. Это был период, когда всех удовлетворяла информационно-кодирующая педагогика. А теперь такая педагогика и такая манера обучения, она абсолютно бесполезна. Вы сейчас, ребята, пришли в университет не для того, чтобы получить набор некоторых знаний. Вы пришли для того, чтобы освоить методологию освоения новых знаний. И учиться вам предстоит всю жизнь. И задача преподавателей намного усложняется. Они должны научить вас учиться. Такую педагогику мы называем методологической педагогикой. То есть, это наука о том, как получать новые знания. Из этого обстоятельства вытекает очень подробное следствие. Раньше была система так называемого толпа элитарного управления обществом. То есть, наверху элита красненькая, внизу толпа. А теперь вот эта пирамидка разрушается, потому что новые получили какие-то элитарные знания. А через 5-10 лет они уже никому не нужны, потому что все изменилось. Для того, чтобы быть успешным в наше время после смены логики социального поведения, вы должны, ребята, четко понимать структуру вашего мозга и структуру нашего сознания. И самое важное, чтобы понимать自己的智慧 и運用自己的智慧. Наш мозг – это реальный жидкокристаллический компьютер. Компьютер по своим возможностям и мощности таков, которого нигде нет в техногенной сфере и никогда не будет. В нашем компьютере два уровня. Есть оперативная память, это сознание. Есть, если угодно, винчестер – бессознательные уровни психики. А если он был уничтожен, то этот компьютер не будет работать. Вот этот винчестер у каждого из нас свой от момента рождения. На этом винчестере хранится память всех ваших предков. И вы знаете, наверное, бывали такие случаи, когда человек, попадавший в катастрофу, повреждал мозг и вдруг наговорил на каком-то непонятном языке. Потому что у него в бессознательном был записан язык, который ему достался от прабабушки. Произошел пробой, и у него эта информация вышла на уровень сознания. Так вот, объем памяти и быстродействия вот этого бессознательного квадратика, который внизу, в десять в восьмой степени больше, чем возможности сознания. То есть, если наше сознание представить как капелька воды, то бессознательное наше – это весь мировой океан, примерно такие пропорции. Поэтому человек в эпоху глобализации прежде всего тот, кто умеет пользоваться винчестером, вот этим блоком информации бессознательного. Но информация из бессознательного приходит на уровень сознания далеко не всем. Вот этот маленький приборчик, который у меня нарисован условно между этими двумя блоками, выводится из строя с помощью алкоголя и табака. Если алкоголь или табак потребляется, то инфарктируется с помощью алкоголя.